Все те же действия, которые мы делали для привода G-серии, мы проводим и для S-серии. Включаем его, забираем приоритетное управление на себя, включаем его и подаем, собственно говоря, включение на двигатель. Если вы слышите, вы услышали шебуршание вентилятора, который охлаждает наш двигатель. Все прошло успешно, все включилось, и мы, соответственно, можем задавать какое-то целевое значение скорости. Например, 100 оборотов в минуту. Все работает, все корректно, все так, как нам нужно. Вы видите, что принципиальный образ действия для привода S-серии точно такой же, как и для G-серии, а именно подключение к приводу определения аппаратных компонентов. Вот способы управления приводом и пуск этого самого привода. Вы можете заметить следующее. Помните, для G-серии мы делали измерение нашего двигателя, да, и измерение без вращения, и с вращением, для того, чтобы оптимизировать значение контура скорости, который у нас есть. Вот. Для привода S-серии, в принципе, все то же самое. Можно сделать, но мы не все эти действия делаем, потому что используются моторы нашего производства. Все их параметры до более известны, поэтому их особого смысла определять нет. Но вот оптимизировать, например, контур скорости, смысл уже есть очень даже серьезный. А именно, что мы можем сделать? Мы можем в автоматическом режиме провести данные измерения и оптимизации. Контур скорости, я напомню, он находится вот здесь. Он называется Speed Controller. Как вы видите, значение здесь используется по умолчанию. Но вот эти вот возможности, о которых я сейчас говорю, это все, опять же, несколько из области детального ввода в эксплуатацию с глубоким покружением привод. Как я уже говорил, этот пункт будет вынесен на отдельное обсуждение. Ваши заявки на тему того, чего хотите конкретно, чтобы мы обсудили, вы можете мне прислать. Как я уже сказал, в конце нашего вебинара будут мои контакты, куда сможете вы прислать ваши данные, которые хотите, чтобы мы обсудили. Итак, мы можем оптимизировать наш привод. И сейчас это как раз таки и сделаем. Сейчас я кое-что проверю. Да, все в порядке. Это значение фильтров, которые у нас имеются для привода. Для того, чтобы было наглядно, я хочу записать сейчас, какое же у меня состояние имеет мой привод. Для этого я запишу амплитудно-частотную характеристику. Хотя, давайте сделаем проще даже. Мы запишем переходной процесс в виде классической ступеньки, которую мы подаем на привод в качестве проверки. Для этого мы заходим в режим измерения нашего привода, выбираем нужный для нас, выбираем режим подачи ступеньки и измерения отклика привода. Идеология включения точно такая же, как и просто с панелью управления. Забираем приоритет управления себя, включаем наш привод и нажимаем функцию измерения. Кнопочка Play. Предупредительная информация о том, что сейчас привод поедет. Мы нажимаем ЕС и он поехал. Вот что мы видим. Сейчас привод совершенно не оптимизирован. Абсолютно ничего у него не оптимизировано. Поэтому имеются следующие данные. Я сейчас отмасштабирую значения. Итак, красным отмечено задание на скорость, которое пришло в привод. Вот эта самая ступенька, амплитудой 20 оборотов в минуту. Вот такая она, мгновенная ступенька. Желтая – это значение момента, который у нас развивает привод для того, чтобы поехать в соответствии с этой ступенькой. А зеленая – это истинное значение скорости, которого мы получаем с инкодером. То есть видим, как у нас привод все-таки реально едет по данной ступеньке. Как видим, переходной процесс не завершился и за 90 миллисекунд. То есть привод совершенно не оптимизирован. Он делает это плохо, а именно медленно. Нам никакого нет смысла эксплуатировать такой высокотехнологичный привод в заводских установках, потому что переходные процессы достаточно медленные. И привод нам не будет работать даже на 10%, на который он способен. Для того, чтобы привод стал работать значительно лучше, мы сделаем автоматическую оптимизацию. Для этого выбираем пункт «Автоматическая оптимизация». Вот он так выглядит. «Automatic Control Recessing». Итак, выбираем привод, который нам нужен. Выбираем, что мы будем оптимизировать. «Контур скорости». И запускаем измерение. Забираем приоритет на себя, как мы уже привыкли это делать. Включаем наш привод. Вот здесь, вот в этой части экрана прописываются все те параметры, которые будет система высчитывать и определять в результате своей работы. Итак, у нас есть возможность провести оптимизацию полностью в автоматическом режиме. Выполнить все шаги сразу, то есть в автоматическом режиме все четыре шага по автоматической оптимизации привода. И сделать это последовательно. Идеология очень проста. Если вы уверены 100% за безопасность работы вашей приводной системы, механики, которая к ней подключена и прочим компонентам, вы можете выполнять измерения автоматически сразу всех шагов. Если такой уверенности нет или мало, то, соответственно, выполнять измерения последовательно. Так как у нас стенд, мы, собственно говоря, выполним измерение всех шагов сразу. Выбираем галочку, чтобы выполнить все сразу. Система нас предупреждает о том, что двигатель поедет. Мы знаем об этом и продолжаем. Все, пошло измерение. Вы слышите звуки. Это как раз таки идет измерение. Конкретно что происходит, вы видите в подсказках по состоянию данного измерения. На что следует обратить внимание? Смотрите, базовые значения контуров скорости, а именно пропорциональной части и интегральной. Вот они здесь по умолчанию, какие прописаны, которые сейчас используются. По завершению процедуры оптимизации они изменятся. В результате мы получим более качественную работу нашего прибыли. На следующем этапе у нас система тоже предупреждает, что так и сейчас буду измерять контур тока, то имейте это в виду. Мы продолжаем. Итак, идет измерение. Все измерение завершилось. Идет расчет того, что у нас, собственно говоря, получилось. И по результатам данного расчета мы сейчас получим измененные значения коэффициентов. Вот они измененные. Как раз нам система в удобном виде показывает текущие значения контуров скорости, а именно пропорциональной части и интегральной части и вычисленных посредством нашего измерения. Принимаем эти самые значения. Вот. Все, все случилось. Мы все приняли. Соответственно, можно сейчас провести тот тест, который мы сделали до этого года. А именно подали ступеньку на наш прив. Еще раз запускаем ее. Ой, извиняюсь, я кое-что забыл сделать. А нет, все я сделал. Я подумал, что я забыл нажать кнопочку «Принять текущие значения». Но если вы не уверены, как я сейчас, да, то можно зайти в контур скорости и посмотреть текущие значения коэффициентов. Вот они. Да, все в порядке. Все я успел сделать правильно. Итак, возвращаемся и делаем измерение посредством ступеньки. Speed Controller, Setpoint Jump. Поехали. Забрали приоритет управления на себя. Подали дальше сигнал включения. Есть. И кнопку Start. Поехали. Так. Качественно ничего не поменялось. А не поменялось, потому что у нас выбран привод номер 2. А оптимизировали мы сейчас привод номер 3. Поэтому такие результаты. Еще разок. Только уже с правильным приводом. Поехали. Все. Движение случилось. Качественно, видите, все поменялось. Характер движения, да. Что мы видим? Мы видим очень жесткую работу нашего привода. Ступенька, которая пришла, это красный цвет. Вот она пришла, наша идеальная ступенька. И привод отрабатывает в соответствии с этой ступенькой. Как вы помните, в прошлый раз переходной процесс был больше 90 миллисекунд. Больше 90 миллисекунд. Сейчас переходной процесс у нас завершился полностью за 5 миллисекунд. Видите, какая огромная разница между данными приводами. А вот, как следствие этого, у нас имеется некоторое перерегулирование по скорости. Это перерегулирование возникает за счет того, что у нас очень жестко сейчас настроен привод. Вы можете спросить, а как же к этому относиться? Это вообще правильно или нет? Иметь вот такие большие перерегулирования для сервоприводов, для вот таких вот ступенек. Ну, ответ такой. Ну, как и немецких коллег. Все зависит от применения, которое вы видите для данного привода. Если у вас будет управлять вашим сервоприводом какая-либо интеллектуальная система управления, которая шлет синхронно задание на скорость в ваш привод, и как результат задание на скорость у вас меняется плавно, меняется плавно согласно вашему закону, то вам следует настраивать ваш привод примерно так, как мы видим это сейчас. То есть максимально быстро действующим. Настройка идет по симметричному оптимуму, вот с таким вот здоровым перерегулированным. Ну, хотя он такой большой. Сделано это для чего? Для того, чтобы у вас привод работал максимально быстро, максимально возможно быстро. А плавность работы достигалась за счет плавного изменения задания на скорость. Это такой подход, то есть настройка на перерегулирование некоторых. Если же у вас используется классическая ПЛК, а алгоритм работы классической ПЛК, он несколько иной. То есть вы шлете не плавно меняющееся задание на скорость из ПЛК, а как правило ступеньками, то есть у вас задание 0, 100 оборотов, 1000 оборотов, 200 и так далее. И вот эти переходы между вот этими заданиями, они не плавные, а дискретные. То вот такая настройка, как здесь сейчас приведена, вам уже не подойдет, потому что вы будете иметь вот эти самые перерегулирования. Вам нужна более плавная настройка, либо же ввод некой рампы разгона для этого привода. В сервом модели по умолчанию эта рампа отключена. Опять же для того, чтобы привод работал максимально быстро. Вот. Мне тут вопрос задали на тему, каким образом можно уменьшить колебания, которые присутствуют на графике. Я так понимаю, речь идет вот об этих колебаниях, которые, ну, таким вот небольшим заборчиком здесь присутствуют. Делается это следующим образом. Но это уже вопросы пошли в глубокую настройку нашего привода. На самом-то деле, если мы говорим о уровне базовой настройки привода, то мы закончили вот на этом этапе. А именно автоматической оптимизации привода. Больше никуда не ушли. Вопросы, как убрать этот забор, да, который мы там видели, это можно сделать, ну, я бы в деталях это показал на следующем вебинаре, который посвящен деталям, детальному вводу в эксплуатацию нашего привода. А на текущем этапе, в принципе, все мы ввели в эксплуатацию наш привод. А как видите, он практически, алгоритм ввода в эксплуатацию практически такой же, как и для привода G-серии. Практически все то же самое. Если чуть-чуть в качестве затратки сказать, как убрать вот этот вот заборчик, который мы там видели, делается это достаточно просто. Я лишь покажу, откуда, так сказать, ноги растут, но убирать его не буду. Для того, чтобы понять, как его минимизировать, да, нам нужно замерить амплитудно-частотную характеристику нашего привода. Я это сейчас быстренько сделаю. Это уже выходит за рамки нашего вебинара, поэтому... Так, немножко пройду по этому. Вот, мы записываем амплитудно-частотную характеристику работы привода и видим следующее. Что мы видим? Вот она, амплитудно-частотная характеристика. Наше перерегулирование или заборчик, который мы видели, возникает вот по этой причине. Идеальный привод это тот, у которого амплитудно-частотная характеристика равна нулю во всем диапазоне работы нашего привода. В зависимости от частоты. То есть, чем эта линия прямее и уходит, вернее, и придерживается около уровня 0 по оси Х правее, то есть, чем она равнее, тем, собственно говоря, забора, о котором мы говорили сейчас, его меньше. Вот. И все у нас связь отходилась. Так, вот. Тем, в общем-то, вот этот заборчик меньше, так как у нас сейчас это в условии не выполняется. А именно, вот это нулевое значение в белой линии. И мы видим, что реальная амплитудно-частотная характеристика выходит за верх, выходит за нашу нулевую отметочку. Причем делает она это где-то на почти 4 децибела в плюс. 4 децибелы, вся характеристика, которая выходит за нулевое значение, да, это, как это интерпретировать? Это, по сути, перерегулирование работы нашего привода. Вот. Перерегулирование – это вот тот самый забор, который мы видели. Это и есть перерегулирование, да. Поэтому, если мы хотим его уменьшить, нам нужно сделать так, чтобы вот эта вот самая характеристика прилегала максимально близко к нулевому значению амплитудно-частотной характеристики. Тогда тот заборчик уйдет. Ну и вообще качественно изменится работа нашего привода. Делается это посредством настроек привода. Вот. Ну, в частности, вот этот горб, который мы там видели, можно убрать за счет референтной модели, которая у нас тоже существует. Ну вот. Не буду сейчас в деталях рассказывать, как это работает, потому что этот за наш вебинар уходит. Ну, просто покажу, вот, что будет, если ее включить, да, и как она вот отработает примерно, да. Ну, давайте сделаем это. Так, еще один момент. 160. Так. Еще раз замерим. Так, у нас что-то тут случилось. Так как у нас идет вебинар, видимо, какой-то кусочек приложения открылся, а когда у нас появляется новое приложение, то есть наше внимание уходит от стартера, то, соответственно, он выключается. В общем, об этом нам и система сейчас просигнализировала. Итак, делаем еще разок наше измерение и смотрим, что у нас поменялось. Вот так. Смотрите. Видите, характеристика стала намного лучше. Она практически полностью лежит в области нуля децибел. Сейчас я породнее поставлю. Вот, да. И перерегулирование заметно-заметно меньше. Есть такой инженерный подход к определению максимального перерегулирования, которое у нас доступно, да, которое можно еще иметь в системе. Это около 3 децибел в плюс. То есть, если у нас характеристика уходит от нуля где-то в 3 децибела и выше, это означает, что все. Это перерегулирование уже недопустимо. Его нужно убирать из системы. У нас сейчас 1,4 децибела, поэтому, в общем-то, не страшное совершенно значение. И его можно оставить как есть. Вот в данном случае частота среза где-то на уровне 200 герц у этого привода. Причем мы сделали оптимизацию привода автоматическую. Если бы мы делали все вручную, мы бы сделали еще лучше, чем вот здесь на данном графике это представлено. Вот. Ну, собственно говоря, все, что я вам хотел рассказать в рамках данного вебинара по теме ввода в эксплуатацию привода. Как вы видите, ввод в эксплуатацию – это простое совершенно занятие, не требующее каких-либо особых экспертных знаний, если мы опять же пускаем привод, ну, стандартно его базовому сценарию использования. Конечно, если вы будете использовать привод уже с такими, ну, с глубокими функциями, которые у него есть, настраивать очень четко под вашу механику, то есть уже идти в раздел мехатроники, то, конечно, вам нужно иметь определенные знания для этого. Но в общем виде для привода G-серии, как вы видели, настройка совершенно простая, вот, не требующая каких-либо сложных действий, а именно вам нужно всего лишь подключиться к приводу, выбрать, как вы управляете им, определить аппаратную часть, то есть какой преобразователь, какой двигатель, вот, провести измерение этого самого двигателя и запустить его. Все, вот в эксплуатацию завершен. Для S-серии приводов CINAMIX все то же самое, но только с определенными нюансами, связанными с тем, что данный привод несколько более сложный, нежели чем, несколько более сложный, чем вот, в общем-то, без, ну, так как у него более в шоу функции, то чуть-чуть сложнее нам, соответственно, ввести его в эксплуатацию. Ну, тут вопросы пошли, как на тему, как правильно настроить референтную модель и прочее, прочее. Вот давайте этот вопрос перенесем на следующий вебинар. Это не сложно, как вы видели, действия очень простые по этой настройке, в общем-то, просто в данном вебинаре уже нехорошо его так погружать, потому что если я сейчас дальше пойду в область настройки референтной модели, настройки согласно амплитудно-частотным характеристикам, пазо-частотным характеристикам, применение фильтров и прочим вещам, мы здесь задержимся еще часа на два, поэтому пока давайте на следующий вебинар перенесем, и на эти вопросы я вот пока так отвечу, если вы не против. Какие у вас еще имеются вопросы?